Здравствуйте! Меня зовут Надежда Плунгян. Я историк советского искусства, кандидат искусствоведения, независимый куратор. И по приглашению любезного музея русского импрессионизма я собрала вот эту выставку группы 13 как куратор. Группа 13 в переулках эпохи. Такое полное название. Группа 13 – моя любимая группа. Я когда-то писала о ней диссертацию. Это аполитичное, буржуазное и индивидуалистическое явление в истории советского искусства, как считали критики. С другой стороны, это высококлассная работа сразу в нескольких пространствах, видах искусства. Они живописцы, графики, книжники. Они осмысляли современность в своих документальных зарисовках. Они создавали летопись в своих воспоминаниях. И в целом эта выставка – экспериментальная попытка заглянуть несколько с изнанки в историю советского искусства, по-новому систематизировать ее через историю вот этого одного сообщества. Это раннесоветская художественная группа, которая существовала всего три года, с 29 по 31 год. Но показано, на самом деле, не только эти три года, а большой объем материала, который позволяет увидеть не просто историю самой группы, но еще и увидеть определенные отличия художников, которые ее создали, от других поколений советского искусства. Дело в том, что Владимир Милошевский, Николай Кузьмин и Даниил Даран, основатели группы, они принадлежали к поколению 1890-х годов рождения. Поколение мало исследованное в истории советского искусства, но хорошо исследованное в литературе. Мы знаем его как поколение акмеистов, например, или поколение ар-деко, если говорить о европейском художественном пространстве. Мы можем обозначить его, например, как поколение Булгакова и Маяковского. Эти фигуры ближе всего к основателям группы 13. 13 были графиками. Графиками с разным художественным опытом, но с большой волей к перерождению, возрождению графической школы, особенно в Москве, где она была не такая сильная, как в Петербурге и Петрограде. В принципе, все участники костяка этого комитета, еще как они говорили, группы, происходили из Саратова. Кузьмин родился в Сердобске, Милошевский и Даран провели там все детство в Саратове, учились, и впоследствии и Кузьмин, и Милошевский учились в Петербурге, Петрограде. Милошевский на архитектора в Академии художеств, а Кузьмин в Политехническом институте, но при этом брал уроки у Билибина, впоследствии учился у Шеленговского, и они представляли собой художников с таким хорошим бэкграундом эпохи модерна, именно начала века. Это тоже отделяет их существенно от первого советского поколения. Еще одна разница состоит в том, что Кузьмин и Милошевский прошли Первую мировую войну. Для них тем самым исторически самым важным моментом сложения их личности, целого взгляда на историю, была не революция, а Первая мировая, которая сломала быт XIX века, столкнув его с ранней модернистской эпохой. Группа провела три выставки. За моей спиной афиша группы 13, очень интересное футуристическое число, которое по-своему напоминает о выставках 0,10 и так далее, обостренное, индивидуальное, нечетное, красное, черное. Эти яркие такие акценты привлекают внимание и, ну, как бы говорят о том, что эта группа должна стать явлением на небосклоне московского искусства, а может быть даже и мирового. Но при этом познакомились участники группы 13, основатели этой группы, не где-нибудь, а в газете «Гудок». То есть они занимали, по сути, очень скромное место в советской художественной жизни на тот момент. Газета «Гудок» оказалась таким очагом притяжения для писателей и художников именно этого поколения. Ведь вы знаете, что там работал Булгаков непосредственно, Ильф, Катаев, Олеша. Все они чем-то похожи. Собственно, они стремились войти в большую литературу, но в доступе у них была вот только такая, в принципе, ничтожная достаточно фильетанистика или шаржи, созданные на заказ. Тем не менее, 13 именно из этого газетного стиля и выработали свой подход к рисунку, который должен был быть мгновенным, метким, крайне современным, остросовременным и многопредметным, о чем будет рассказано в следующем зале. Общее решение создать художественную группу и начать работать с натурой, по-новому, оно созрело где-то к 1926 году у группы «13». И вот как раз этот зал, где я сейчас нахожусь, он посвящен, собственно, первым опытам в быстром рисунке, в так называемом стиле «13», и первой выставке группы, которая состоялась в 1929 году. Значит, в 1926 году Кузьмин и Милошевский вдвоем поехали в Сердобск, где Кузьмин всегда бывал летом, это его родной город, и начали рисовать на пленэрах, значит, несколько месяцев провели там, разрабатывая вот собственный подход такой к новому рисунку на основании своих впечатлений от европейского рисунка и от графики старых мастеров, которые они постоянно живо обсуждали. Здесь собраны разные опыты Милошевского, по которым можно видеть эволюцию его высокого графического стиля, собственно, его метод, как он начинает, так сказать, с несколько робкой такой, в принципе, поделенной на планы системы композиции и завершает уже такими зрелыми, очень изысканными, отчасти ретроспективными работами с движущейся натурой. Начинается зал при этом не с советской вещи, а с картины от Тона Фриеза «Снег в Мюнхене», которая происходит из собрания Ивана Морозова. Это была любимая вещь Милошевского. Вот здесь вы можете видеть цитату из художника, как он стоял перед ней долго и думал о том, как вот должен быть устроен этот новый пейзаж, как вот эта динамика, воздух морозный, который прямо чувствуется в этой картине, как он отличается от мироскуснической статичности, от уроков Шухаева и Яковлева и так далее. И действительно, определенное влияние фавизма в этих работах есть в этих рисунках из Сердобска, но есть также много очень привет старым мастерам, есть прекрасное знание вообще истории рисунка в целом и, безусловно, чувство современности. То, что было до 13-ти, на самом деле ключевым и в итоге определило их подход к графике и дальнейшем живописи на протяжении нескольких десятилетий. Интересно, что работы Милошевского в сравнении со старыми мастерами, вот у нас здесь Абрахам Фурнериус, Сальватор Роза, вот они точно советские вещи. То есть можно видеть вот эти какие-то острые детали, может быть, не сразу заметные глазу, вот, которые, как и в прозе Булгакова, скажем, потом задерживаются в памяти. И интересно второе, что вещи Милошевского, как и вещи Кузьмина, очень камерные. Это отличает довольно значительной степени от работ младших коллег, хутемасовцев, студентов недавних, выпускников, которые были приглашены друзьями, значит, Милошевским, Кузьминым и Дораном, на первую выставку группы. Их работы вы видите на другой стене, собственно. Это, конечно, не те вещи, которые непосредственно были экспонированы на выставке 29-го года, а вещи примерно этого года, этого времени. Вещи похожие на те, которые показывались на выставке рисунков 13, так она называлась, и которые ассоциируются у нас сегодня с группой 13, по факту, потому что 13 все-таки известны искусствоведам именно как группа графиков, рисовальщиков, таких вот летописцев Москвы. И когда Кузьмин и Милошевский вернулись из Сердобска, они начали экспериментировать с рисунком на улицах Москвы. Одно дело рисовать в деревне, хотя это тоже очень сложная задача, но в городе еще сложнее, потому что там больше самые разные социальные фактуры. То есть нужно уловить некое соотношение ритмическое и политическое, и социальное, и художественно-пластическое разных элементов архитектуры, например, старая и новая архитектура. Оживленный перекресток, вот как у Милошевского на этом рисунке, Мясницкие ворота, где идет такое встречное бурлящее движение разных групп людей, и все они отмечены как бы очень так метко охарактеризованы художником в быстрой такой скетчевой манере. Милошевский придумал рисовать спичкой. Это довольно важное, интересное начинание, которое тоже определило почерк группы 13. Спичка, обмокнутая в тушь, то есть с собой берется флакон с тушью, значит, баночка. Обычная спичка, конечно, не с серным концом, просто обмакивается в тушь, и в несколько минут или даже секунд, значит, создается рисунок, который, если что, выбрасывается без сомнений, и начинается новый. Спичка, она отсылает отчасти к тростниковой палочке Ван Гога, но тростниковая палочка, она была, вы знаете, стилизацией, стилизацией. А спичка — это такой бросовый инструмент, который очень сильно сокращает дистанцию с самим листом, с самим произведением искусства. И также, что интересно, тоже связан со временем, то есть это советский индустриальный инструмент, очень повседневный и одновременно, конечно, остроумно возвышающий эту повседневность. Интересны работы Данила Дорана в этом зале. Каждый из 13 выбрал свою тему в городе. Доран выбрал темы цирк, ипподром, и балет. Но любопытно, что все эти темы — это скорее темы эпохи эклектики, чем советские сюжеты. И в этом выразилась как раз именно вот эта особенность их поколения, когда они в каком-то смысле одной ногой стоят в XIX веке. Рисунки Кузьмина совсем другие, чем у Дорана и Милошевского. У Кузьмина вот этой вот графической жесткой линии нет, у него скорее атмосферность в его работах, хотя документальность тоже чувствуется. Он работает гуашью или акварелью по мокрой бумаге, что дает такой очень интересный расплывчатый план и одновременно ощущение тайны, ощущение, может быть, поэтичности этого города. Вы видите здесь старую Новую Москву, дом Массельпрома, церковь на Арбатской площади, которая была снесена в том же году, собственно, как написана вещь. И самое раннее изображение советских автобусов, может быть, как я предполагаю, это первое изображение автобусов в истории русского искусства. Вещев-хутемасовцев несколько другие. Во-первых, там нет того рисунка, нет той выучки академической. Они больше ориентируются на работы фавистов, на коллекцию Музея нового западного искусства, которую они все прекрасно знали. Но отчасти такая небрежность, эскизность, легкость их вещей, она, в принципе, сослужила им хорошую службу, потому что, во-первых, первая выставка сопровождалась каталогом, где была статья директора Гомензеи Бориса Терновца, который сравнил почти всех 13 с разными французскими мастерами, а во-вторых, их очень быстро подхватил ВОКС, Всесоюзное общество культурных связей с заграницей, которые стали экспонировать работы графиков 13 на разных международных выставках советских, и тем самым повысили их узнаваемость и, наконец, создали им прецедент для возможной интернациональной славы, которую они, конечно, хотели. В этом зале вещи советские связаны, прокомментированы, может быть, работами старых мастеров и новейших французских мастеров тоже. Тот постоянный внутренний диалог, который вели 13 с этим живописным наследием, историческим наследством, как тогда говорили, он у нас материализован в реальности. Конечно, сами 13 хотели бы, чтобы их показали рядом с европейскими мастерами, и это интересно, выдерживают ли они сравнения. Я думаю, что выдерживают, и более того, мы видим в этом сравнении какие-то очень необычные вещи, которые так неуженным глазом не понять. Интересно еще сравнить, конечно, Милошевского с его постоянным таким внутренним собеседником Жаном Франсуа Миле, который тоже писал крестьянок, и рисунок Миле показан рядом с крестьянкой Милошевского. Видна совершенно разная динамика этих листов, то есть Миле все-таки достаточно статичен в своей композиции, Милошевский же очень вольно обходится с фигурами пространства, создает такой очень легкий между ними диалог. Итак, группа 13 действительно состояла из 13 участников. Само название, оно футуристическое, как я говорила, такое несколько вызывающее, но вызывающим был еще один пункт, а именно все-таки, хотя 13 считается московской группой. На самом деле это была группа на пересечении трех городов. Саратов, откуда пришли основатели, Москва, конечно, которая стала темой основной этой выставки, и Ленинград, потому что в группе было два ленинградских участника, причем не просто, так сказать, художники, а художники-дилетанты, что было, честно говоря, большим вызовом для советского искусства. Ленинградскими участниками были Ольга Гильдебрандт-Арбенина и Юрий Юркун, которыми завершается этот зал и, собственно, идет переход к следующему ленинградскому разделу. Эта стена посвящена двум творческим парам в группе 13. Собственно, первая из них – это Юркун и Гильдебрандт, о которых я сейчас говорила. Значит, такая знаменитая литературная, в принципе, пара, поскольку они были связаны с фигурой Михаила Кузмина, поэта-символиста, который был хорошим знакомым, другом Владимира Милошевского. В его квартире, которая была, в общем, коммунальная, достаточно тесная, жили они там вдвоем с Юркуном и с его матерью, которая вела хозяйство. И там бывали постоянно, во-первых, художники разных поколений, то есть это, ну, например, художники школы Владимира Лебедева, которые работали в Дедгизе, сам Лебедев заходил. Были мир-искусники, которые еще продолжали работать. Были начинающие сюрреалисты, такие как Басманов или Акимов или Тышлер даже. Были поэты, писатели, кинематографисты, сценографы. В общем, люди самых разных направлений заинтересованы в том, чтобы обсуждать пути нового искусства и вообще работу с формой, какой она может быть вот на этом рубеже 20-30-х. Как и все символисты, Кузьмин интересен тем, что он никогда не делал разницы между профессиональным и любительским искусством, вообще всегда любил такое маргинальное, вернакулярное творчество, коллекционировал какие-то курьезы. И в целом, ну, так сказать, его воля, вот, объединить всех этих людей, она по-своему сформировала Милошевского. Он рисовал в квартире у Кузьмина, вот, есть на выставке портреты Кузьмина и Юркуна, довольно редкий портрет Юркуна из частного собрания, хорошо известный портрет Кузьмина из литературного музея. Он слушал эти разговоры Милошевский и вот постепенно как бы вырабатывал какую-то свою интуитивную, вот эту графическую манеру. Смотря на него, стали рисовать и Гильдебранд, и Юркун. Скажу пару слов про Юркуна. Он был писателем-экспрессионистом, тоже поколение 90-х годов, сильно младше Кузьмина. Кузьмин родился в 70-х в середине. Это было такое очень устойчивое партнерство, пока не появился третий человек, Ольга Гильдебранд-Арбенина. И история их отношений, тройственного такого союза, подобного, например, союзу Бриков с Маяковским, она рассказана, конечно, в литературе ведения очень подробно. Искусствоведы меньше об этом знают, но именно благодаря группе 13 Юркун и Гильдебранд стали известны как рисовальщики, причем очень незаурядные. Юркун, как вы видите, он такой очень решительной, смелой линией, очерчивает театральные такие композиции. Все время группы людей в городе, на улицах, костюмы такие, как бы очень условные образы, проносящиеся мимо, как во сне, может быть, можно их сравнить с модными листами, даже модернистскими 60-х годов. И совершенно другие, таинственные, сновидческие, такие работы Гильдебранд, больше опирающиеся на символизм, очень поэтичные видения, дам в кринолинах, в каких-то парках петербургских. В то же время, хотя и в работах Гильдебранда и Юркуна довольно много XIX века, как я говорила, у Дарана, у Милашевского отчасти, все равно ощущается, что они сделаны в 30-е годы, эти вещи. Здесь можно вспомнить Осипа Мандельштама с его египетской маркой. Все-таки это время эклектики, это было временем их детства, очень тесно связанным с теми изменениями, которые происходили в обществе после революции. И вот это переплетение разных этапов, несовместимых друг с другом, ощущается в этих таинственных, интересных работах. Гильдебранд никогда не хотела вступить в какой-то союз художников, хотя и предлагали оформлять сцену даже. Юркун вообще оказался несколько вне внимания официальных структур, на выставке Вокса его не брали, и довольно быстро из группы 13 он выбыл, а Гильдебранд оставалась там до последнего момента. Но, тем не менее, он продолжал рисовать всю жизнь, и судьба его сложилась довольно тяжело, потому что после смерти Кузмина, который как раз умер в середине 30-х, с Юркуна была как бы снята броня, и он был арестован по ленинградскому писательскому делу. Был конфискован архив Юркуна и Кузмина, и только то, что сохранила Ольга Гильдебранд и некоторые знакомые, в принципе, осталось. Эти рисунки, которые вы видите на выставке, это все происходит из архива Ольги Гильдебранд и некоторых знакомых, которым они дарили свои произведения. Другая творческая пара на этой стене – это Николай Кузьмин и Татьяна Маврина. Самые, наверное, известные художники из группы 13 до сих пор. Ну, конечно, известнее всех Татьяна Маврина, ее прекрасно все знают по ее поздним работам, таким лубкам красочным, вот этим почти монументальным цветным вещам, детским книгам и так далее. Она известна как детский иллюстратор своим русским стилем, конечно. Но на этой выставке мне бы хотелось показать Маврину с другой стороны, как мне кажется, более изысканной, более сложной, показать ее довольно драматичный путь как художника, связанный именно с диалогом, внутренним даже, отчасти, противостоянием с ее мужем Николаем Кузьминым. Познакомились они в группе 13. Кузьмин был женат, у него было двое детей, Маврина была студенткой. Между ними была колоссальная разница и опыта, статуса, знаний. Все-таки Кузьмин успел поработать и в Весах, и в Лукоморье, и в Аполлоне. Он видел очень многих графиков, он был знаком с очень широким кругом специалистов разных областей своего времени, и в принципе был эрудитом таким настоящим. Маврина же в целом, она скорее интуитивно нащупывала интересное ей направление, хорошо знала коллекцию Гомензеи, безусловно, но никакой вот такой анатомической, вот этой академической базы у нее не было на тот момент. И это довольно стало быстро территорией конфликта между ними, потому что Кузьмина ощутимо раздражала, Шамаврина ничего не знает, и, так сказать, по верхам, как в Хутемасовка, значит, воспринимает натуру. Здесь, на этой стенке, вы видите ранние такие индустриальные легкие пейзажи Кузьмина, сделанные с натуры, его поздние, там уже 39-го года акварели, несколько такая лощеная Москва в духе арт-деко, очень салонная во многом, вот, очень такая декоративная манера, но в то же время обаятельная, потому что здесь ощущается европеизм Москвы, который он всегда хотел подчеркнуть. Маврина же, конечно, работает с фавизмом, с неопримитивом, у нее такая очень зажигательная манера, близкая детскому рисунку, может быть, отчасти похожая на рисунки Бурлюка, которые потом экспонировались на выставке 13-ти. Сначала ее хвалили за этот такой дерзкий стиль, потом громили. Ну, в общем, довольно быстро она от него отошла, начиная постепенно работать все больше и больше с натурой, осваивать разные техники. Они с Кузьминым много писали обнаженную натуру, соревнуясь между собой в этом. Интересно, что здесь есть лист, где Маврина позирует Кузьмину, обнаженной в овраге, и сама же пишет себе в зеркале. Очень часто она так делала за недостатком натуры, невозможностью нанять натурщицу. Они копировали Матисса, Пикассо с черно-белых репродукций в альбомах, которые собирали, обменивались этими альбомами, такие игровые вещи. Занимались афортом. Маврина тоже выбрала себе несколько таких основных тем, рисовала в городе, рисовала в городских банях. И вот несколько здесь примеров ее работы с пейзажами Сухаревой башни. Даже по этим вещам, которые показаны на этой стене, не многочисленных, видно определенную эволюцию, которую Маврина начинает проходить к концу 30-х годов. Ее линия становится более орнаментальной, более уверенной. Она интересно кладет цвет, она внимательна к персоналиям. Здесь вот есть такой лист довольно симпатичный, где изображены гости в квартире Маврины, которые, конечно, это гости Кузьмина. Они пришли рассказывать об искусстве, обсуждать. Это реставратор икон, книжный график довольно крупный, специалист по шрифтам, и Кузьмин. Вот они втроем сидят, и вокруг них обстановка очень декоративная, яркая, которая создала сама Маврина. Соединение тоже такое разных эстетик, разных поколений. которая, по факту, и станет на самом деле основным таким мотором, может быть, группы 13. Все-таки вхутемасовцы и вот эти акмеисты, поколение арт-деко, старшие мастера, они нашли какое-то взаимодействие, какой-то способ обогатить друг друга. Вся эта стена посвящена третьей выставке группы 13. Третьей и последней, которая состоялась в 1931 году. Технически надо сказать, что выставок все-таки у группы было две. Но была еще вторая выставка, которая не состоялась из-за раскола в группе. И поводом для раскола послужило то самое несовпадение между вхутемасовцами и старшим поколением вот этих художников-основателей, так сказать, разработчиков самого стиля 13. В группе произошел раскол, они даже судились из-за названия 13. И примерно половина участников вышла, после чего Милошевский и Кузьмин решили больше с вхутемасовцами не связываться, кроме тех, кто остался в группе, и пригласили своих ровесников. Вот здесь изменилось все в группе 13, потому что она превратилась в сообщество, в такое вот объединение этих художников 1890-х годов рождения. Причем среди них были действительно зрелые, яркие, крупные модернистские мастера 30-х годов советских, которые выступили со своей программой, уже не иллюстративной, не поверхностной, не эскизной, а такой именно пластической. Третья выставка была своеобразной заявкой и преобладала в ней совершенно не графика, не быстрый рисунок, а живопись, потому что, ну, такими действительно новыми лицами в ней стали художники Древин и Удальцова. Александр Древин и Надежда Удальцова, преподаватели в хутемаса на протяжении 10 лет, хорошо известные мастера, живописцы, сначала авангарда, которые только что в 1928 году провели свою профессиональную выставку, очень успешную, в Русском музее в Ленинграде. Древин и Удальцова в середине 20-х годов начали путешествовать, ездили в творческие командировки на Урал, на Алтай, в Армению, привезли оттуда очень интересные вещи. Это такие виды природы вне индустриализации, вне больших городов, написанные сближенными тонами. Древин размазывал краску пальцами, мастихином, создавал такие интенсивные, я бы сказала, психические сгустки, которые можно назвать действительно вариантом фигуративного искусства после абстракции с учетом абстракции, то, что волновало тогда очень многих мастеров. Работы Удальцова и Древина очень похожи между собой, и на выставке они показаны рядом. И понятно, что здесь есть и документальность, но одновременно есть и какая-то новая культура живописи, то, что «Тринадцать» всегда интересовало, именно в связи со старыми и новыми европейскими мастерами. Рядом с работами Древина и Удальцовой здесь работы их учеников, Романа Симашкевича и Бориса Рыбченкова. Рыбченков учился больше Удальцовой, наверное, а Симашкевич ученик Древина, и оба они очень яркие, действительно заметные художники, выпускники в Хутемаса, которые работали очень активно с натуры. Рыбченков, будучи учителем рисования в школе, жил на окраине Москвы и писал вот эти разваливающиеся, готовые к сносу, такие окраины Москвы, небольшие малоэтажные дома эпохи модерна, слякотные улицы. Это подлинно документальные памятники Москвы 30-х того времени, одновременно очень художественно сложные. Симашкевич художник такой более спонтанный, его часто сравнивали с наивными самодеятельными мастерами, хотя он, конечно, знаток старой живописи был. Он писал на любых поверхностях, грунтовал вафельные полотенца, говорят. Вообще непрерывно занимался живописью, живя почти в полной нищете. Действительно, он внимательно очень тоже изучил уроки Древина, но для него натура была основным таким источником вдохновения. Он мог писать абсолютно любую натуру. Он, как вы видите даже по этим вещам, которые показаны на выставке, очень так ярко и сценично интерпретировал любые бытовые сценки. Даже вот едет грузовик по дороге или там столкновение быков друг с другом, или всадник. Работы Рыбченкова такие скорее меланхолично сероватые по своей гамме. Работы Симашкевича яркие, это праздник, это очень сложная глубина такая, взрыв цвета. И рядом с ними показан в центре вещь Мариса Вламинко, которого они оба, конечно, хорошо знали. Следом показаны живописные вещи других мастеров. Например, живопись Татьяны Мавриной, которая уже сильно изменилась в своем качестве, стала менее лубочной, более такой взвешенной, более, может быть, собранной по своим композиционным и цветовым качествам. И, наконец, еще одна участница третьей выставки, чрезвычайно значимая фигура для 30-х годов, это Антонина Сафронова, которая появилась в 13-ти, только в 31-м году, но такое ощущение, что она всю жизнь состояла в этой группе. Здесь есть живопись разных участников 13-ти, в том числе и тех, кто не участвовал в третьей выставке. Например, это Надежда Кашина. Вот ее такие яркие фавистские вещи. Однокурсница тоже Мавриной, знаменитая своими узбекскими работами, уехавшая в результате в Узбекистан. Сергей Расторгуев, художник Гудка, чей пейзаж с храмом Христа Спасителя, как раз недалеко от редакции, мы тоже решили здесь показать. Редкая вещь, очень тоже так спонтанно, живо написанная. Наряду с Древиным и Удальцовой такой действительно крупнейшей единицей вот этой выставки 31-го года стала Антонина Сафронова, художница, которая, как я говорила, действительно как будто всю жизнь состояла в группе 13, и ее пути очень пересекались с поисками группы. где-то примерно тоже в конце 20-х, в середине 20-х начала писать Москву. Кузьмина и Милошевский работали с натуры, и им была важна скорость, темп, ритм, способность уловить разнонаправленное движение на улицах. Сафронова как будто совершенно противоположные задачи себе ставила. Во-первых, она никогда с натуры вот так интенсивно не писала, она делала небольшие эскизы и потом по воспоминаниям доводила картину уже дома. В Москве Сафроновой интересно следующее. Она всегда обращает внимание на Москву эпохи романтизма и модерна. Это малоэтажная застройка, усадебная Москва такая, как будто очень далекая от шума времени, от вот этих больших строек, которые всегда попадают в объектив Милошевского и Кузьмина, так или иначе, и интересные Дорану в том числе. Интересно, с другой стороны, ее сближенная гамма, очень авторская, особенная. Серовато-розовые такие тона ее живописи создают определенный эмоциональный строй этих картин. И можно сказать, что она увлечена таким оркестром эмоций, которые она создает в каждом из этих полотен. Это печаль, это надежда, это, может быть, сожаление, может быть, это какая-то легкая грусть, пронизывающая эти вещи. В целом, ее мир очень герметичен, очень узнаваем. И, безусловно, без него невозможно представить искусство 30-х годов в Советском Союзе. В разделе Сафроновой есть еще один интересный экспонат. Это картина Милошевского, портрет художницы, написанный в 1935 году, уже после распада группы. Это показывает, что тесные отношения между участниками сохранялись даже вскоре после кризиса. Выставка, которая прошла в 1931 году, была абсолютно разгромлена критикой. Вышло огромное количество негативных статей с довольно вескими политическими обвинениями в адрес участников. С этого начались, собственно, заключения и всякие турбулентности в жизни участников 13. Они начали работать в книге. Было ясно, что выставляться уже со своими программами невозможно. В 1932 году все художественные объединения были разогнаны. Создан Союз художников, куда они все вступили, большая часть из них. В целом, можно сказать, что группа 13 перешла в такое наполовину неподцензурное существование к этому моменту, к середине 30-х годов. Но как художественное сообщество сохранялось и активно работало. Конечно, очень важной страницей в истории группы стал большой террор, потому что сразу несколько участников были репрессированы и расстреляны. Расстрелян был в 1937 году Роман Симошкевич. За ним Александр Древин в 1938, в 1938 же Юрий Юркун. Репрессии, конфликты, давление от Союза художников и вообще со стороны критики в целом, требования заниматься более реалистической графикой, не заниматься формализмом. Все это, конечно, отчасти изменило контур группы, степень ее видимости в обществе. Но, тем не менее, эти художники оказались очень стойкими. За моей спиной стена, которая называется «13 у себя дома». Это надпись, которую Данил Доран сделал на одном из каталогов группы и изобразил разные натюрморты из жизни группы «13». «13 у себя дома». Это важно, что их домом была Москва, но также их собственные квартиры, очень так артистично обставленные. Они рисовали дома друг у друга, они постоянно вообще делали такие шаржи, портреты, скетчевые наброски своих застолий, встреч, потому что мастерских ни у кого не было и встречались на квартирах. Здесь интересная такая обстановка дома у Владимира Милошевского в Новогирееве, дощатый деревянный домик, но при этом обставленный немножко во вкусе бенуа. И, наконец, забавный лист, где Татьяна Маврина нарисовала двух метров Кузьмина и Дорана, за спиной которых огромное количество рисунков обнаженной натуры. Иронию художницы не хочет скрыть. Несколько такие недовольные жизнью мэтры, которые при этом довольно точно изображены портретно. Здесь образы Москвы. Это и новая Москва, которую с удовольствием рисует Нина Кашина, сестра Надежды Кашиной, виды парка Горького, водные станции, парки, ипподром в изображении Дорана, его же этюды в балетном классе. И, что интересно, живописные этюды Милошевского, который работал на улицах, не только зарисовывая прохожих акварелью и пером, но иногда и делал живопись, которую, впрочем, не выставлял. И здесь она показана, в принципе, впервые в этом контексте группы 13, чтобы увидеть их синтетическое дарование этих художников, их очень большую адаптивность и, на самом деле, многоопытность. Эти скетчи Милошевского эскизы, значит, живописные, они сделаны частично в Кусково, где он очень часто рисовал с натуры, ну, подмечая контраст определенный советских прохожих или купающихся граждан с старинной архитектурой. И, наконец, живопись Татьяны Мавриной, где она изобразила Дорана у себя в квартире и Милошевского рисующим на улице. То есть, как бы такая внутренняя документация жизни группы и одновременно некоторые состязания художников друг с другом, как и в 20-е годы, значит, в остроумии, наблюдательности и знаточестве. Этот зал, в котором я стою, такая небольшая комнатка в этой выставке, как бы рассказ в рассказе, посвящена эпохе в жизни группы 13, тоже в довоенное время, которое, может быть, их больше всего прославило. То есть, это их работа в книге. Книга кормила всех художников группы 13 более-менее, ну, или почти всех. Действительно, может быть, помог их газетный опыт, то, что они работали иллюстраторами, причем такими вот именно быстро реагирующими на любой заказ. И любопытно, что подхватили после третьей выставки неудачной, их тоже такие самоорганизованные писательские издательства. Московское товарищество писателей, например, которое было похоже чем-то на издательство писателей в Ленинграде. Ну, и они, так сказать, издавали книги современных авторов и предложили художникам группы 13 выработать свой собственный дизайн типовой серии. Милошевский охотно на это откликнулся и придумал такую книжку, в которой бы открывалась портретом писателя, сделанным с натуры. Новация по тем временам. С удовольствием он ходил ко всем писателям, рисовал их спичкой и тушью с натуры мгновенно, слушал комплименты. Здесь на выставке есть портреты Уткина, Бабеля, Анри Барбюса, Андрея Белого. И, значит, такой быстрый штриховой рисунок, почти газетный, который встраивается в текст, ему не противоречит и по-своему с ним взаимодействует. Такой покетбук как бы 20-30-х годов. Следующей базой для группы 13, которая с ними ассоциировалась, стало издательство «Академия», хорошо известное коллекционерам и, в принципе, славное своими художественными книгами. «Академия», тем не менее, 13 не очень жаловала. И Милошевского остались такие яркие воспоминания про то, что он никак не мог договориться с редакторами, которые не очень сильно разбирались в современном искусстве. Зачастую заказывали, но потом не печатали, ничего не платили, довольно сильно урезали работы. Шедевром Милошевского для издательства «Академия» стали записки пикфикского клуба Диккенса, которые он сделал в стиле 13. Эти замечательные листы были опубликованы исключительно благодаря вмешательству Корнея Чуковского, который защитил их на редакционном совете, хотя их уже должны были отклонить. И Милошевский вспоминал неоднократно, что эти рисунки нравились англичанам, поскольку бывали на лондонской выставке художников советской книги и вообще в целом ездили с выставками ВОКС, несмотря на критику в адрес группы 13. Но самым известным, наверное, памятником работы 13 в книге нужно назвать Евгения Онегина 1933 года с иллюстрациями Николая Кузьмина, который создал их по мотивам непосредственно пушкинских рисунков. Евгений Онегин имел большой успех и получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже 1937 года, что, возможно, могло означать последующую европейскую славу художников группы 13, но все сложилось иначе, издательство «Академия» было разгромлено, и началась следующая эра, уже связанная не с книгой, а кратковременная история о плакате. Почему плакат? Плакатом 13 занимались в военные годы, и это был тоже некий этап возрождения группы, потому что они опять стали востребованы. Причем, что интересно, востребованность они ощутили не только как плакатисты, то есть быстро реагирующие такие художники с газетным опытом, опять же, но и как снова документалисты. Художники 13 выработали свой собственный тип военного лупка. Милошевский получил работу в «Окнах ТАСС». И то, что он делал, и действительно, что принималось, и дальше печаталось трафаретным способом, очень сильно отличалось от работы его коллег. И здесь мы показываем впервые, собственно, отреставрированную для выставки, найденную в семье, его вещь «Поход на восток», где, очевидно, влияние Тулузла Трека и Луи Вальта, возможно, пересекается с интересом к европейской повседневности, к каким-то этим характерам социально заостренным, которые Милошевский всегда стремился вычленить даже в своих исторических иллюстрациях. Увлекаясь этой социальной фактурой, Милошевский фактически забывает про пропагандистский характер, про пропагандистскую задачу этого плаката и создает такой лирический достаточно образ, ироничный, саркастический шарж. Но, тем не менее, живописности, художественности в нем больше, чем плакатности в результате. Маврина работает над плакатами, анализируя, разбирая и отчасти присваивая язык русского лупка, который она объединяет с фавистским цветом и очень интересным тоже первым рисунком, заимствованным отчасти из программы группы 13. Параллельно с этими официальными заказами художники продолжали наблюдательно вглядываться в уличную жизнь и постепенно начинали вести дневники. И вот этот переход, тоже соскальзывание некое в литературу, тоже во многом определило их место в истории советского искусства в послевоенные годы, потому что с этого момента они все начинают что-то писать. И осознавая себя вот как летописцы эпохи, они подмечают разные социальные явления, которые стремятся задокументировать ощущение вот этой военной Москвы с ее особым цветом, воздухом, с каким-то особым настроением достаточно тяжелым, тревожным. Оно очень ярко передано в документальных вещах, которые немногочисленны, но тем не менее показаны на этой выставке. Милошевский редко рисовал на улицах, но все же существует его серия, созданная в парке культовые отдыха, где в его фокусе внимания такие одинокие женщины, встревоженные, вглядывающиеся в пустоту и темноту в парке. Но самое интересное в этом разделе – это цикл небольших, даже крошечных, пожалуй, зарисовок Бориса Рыбченкова, созданных во время битвы за Москву. Здесь вы видите танки у памятника Пушкину, видите самолеты, бегущую растерянную толпу. Неизвестно было, чем закончится эта историческая фаза, неизвестно было, чем закончится война, сам художник не знал, останется ли он в живых. Напряжение, тревога, глубина этих маленьких скетчей сопоставима в целом, наверное, с зарисовками, созданными во время блокады Ленинграда. Третий этаж музея, на котором мы сейчас находимся, посвящен послевоенному искусству участников группы 13, тем из них, кто продолжал активно общаться друг с другом, как-то взаимодействовать. Первый из экспонентов этого зала – Валентин Юстицкий, который 10 лет провел в лагере и вернулся в Саратов, не в Москву, продолжил работать в живописи. Теперь уже, конечно, как график, как иллюстратор не мог никуда устроиться. Создал удивительные примеры такой глубокой и очень сложной живописи конца 40-х. Это его автопортрет, портрет его жены, пейзажи. И вот один из саратовских пейзажей, выполненный такими очень сближенными, золотистыми тонами, удивительно тонкий и изысканный, мы сопоставляем с картиной Луи Вальта. Юстицкий учился в Париже, и, безусловно, эти картины имеют между собой очень много общего. И в очень похожей манере работает Антонина Сафронова, у которой тоже в 40-х, в начале 50-х годов картины обретают такой темный колорит. Здесь некоторые из них показаны, ее натюрморт и портрет Евгения Слуцкого, ее друга и любителя искусств, микроэкономиста, который и сам был любителем художником, поэтом и духовным писателем. Все эти вещи, вещи Сафронова и Юстицкого, они рассказывают в сущности даже не только о группе 13, сколько вот об этой советской интеллигенции, об этих невидимых внешнему глазу, глазу власти, в том числе о кругах взаимообмена, людей самых разных специальностей, интенсивная культурная жизнь, которая шла за закрытыми дверями. Сафронова в 40-е годы начинает работать над иллюстрациями к Петербургу Андрея Белого. По просьбе вдовы Андрея Белого здесь показаны и вещи вхутемасовцев. Это Борис Рыбченков и Надежда Кашина. Кашина, известная, как я говорила, своими узбекскими работами, такими фавизмами, ориентализмами в духе Матисса, написанными очень свободно, значит, на холсте, даже без подготовительного рисунка, захотела остаться в Узбекистане, считая, что она свой успех как бы сможет закрепить. Но, тем не менее, там она столкнулась с большой критикой местного художественного сообщества и была вынуждена перековаться, как тогда говорили, в художницу реалистического направления. То есть она писала колхозы, такую как бы богатую природу Узбекистана, дары природы. После чего в оттепеле она возвращается очень активно к своим старым композициям. Мы показываем здесь вещь начала 60-х годов, в которой написано Кашиной с открытки. Кашиной с открытки, выезданной в 30-м году. Это и репродукция ее работы, которую она как бы переписывает, заново переосмысляет. Борис Рыбченков прошел похожий путь. Его довольно сильно уговаривали официальные лица в Союзе художников отступиться от группы 13. Он даже написал такую небольшую заметку в прессе, что он раскаивается в своих ошибках после разгрома группы, не хочет иметь с ней ничего общего и будет работать как художник реалистического направления. За это ему дали мастерскую. Он был, наверное, самым выставляемым художником в группе 13. И его возрождение как художника и такие изменения, переломы в его искусстве, они произошли в два этапа. Сначала вот теперь он тоже приходит к такому несколько кинематографичному, легкому стилю, похожему немножко на живопись Пименова. Потом в конце жизни, уже практически утратив зрение, он начинает работать над такими пуантелями, рисунками фломастером и акварелью, или гуашью по мотивам своих юношеских воспоминаний. Здесь он совершенно твердо уже говорит, что он обращается именно к опыту группы 13. Ему интересно размышлять о 30-х годах, о Москве 30-х. И примерно в это же время он начинает работать над своими воспоминаниями, которые частично изданы на сегодняшний день. Но вообще, надо сказать, что воспоминания группы 13 участников – это отдельная глава в истории советского искусства, которая обязательно будет еще обновлена и расширена. Эта выставка всего лишь намек. Ну, небольшая такая стенка Надежды Удальцовой, где показан ее поздний пейзаж. Удальцова после смерти, вернее, прострела, гибели Древина хранила его наследие, поскольку подписала своим именем его работы. И в статусе вот такой жены врага народа, конечно, очень сильно потеряла свои позиции в союзе художников, несмотря на то, что у нее были небольшие персональные выставки. Но развернуться, выступить она не могла. Вела дневник, где размышляла о современном реализме, о том, как работать с натурой. И эти ее живописные вещи, в том числе натюрморты или портреты, они по факту недооценены еще современным искусствознанием, потому что, как и в случае Валентина Юстицкого, мы не очень хорошо изучили живопись 40-х годов. И, может быть, эта выставка тоже станет неким толчком к тому, чтобы поговорить об этом более серьезно и системно. Вот эта стена, которая за моей спиной, она вся посвящена наследию, собственно, основателей 13-ти. Даран был, наверное, самым таким последовательным участником группы, вот приверженец ее вот этих стилевых принципов, которые были выработаны в 1926-1929 году. Продолжал рисовать цирк, действительно, продолжал заниматься иллюстрацией, но гораздо меньше, может быть, после гибели Артема Веселого ему меньше давали заказы. Но любопытно, что он получил, вот смог сделать обложку оттепели Эренбурга, что тоже показывает определенное внимание группе 13-ти в оттепельные годы. И вообще, как бы советская власть, она не пускала их из виду, просто несколько держала на расстоянии. Даран пишет Татьяну Маврину, которая пишет натурщицу вот в этой комнатке, да, в мастерской. И параллельно, значит, Татьяна Маврина пишет Дарана, которая тоже пишет натурщицу. Они работали вместе, хотя, конечно, уже никакие деловые отношения формальные их не связывали. Просто собирались Даран, Милошевский, Кузьмин или в других сочетаниях и писали этюды на натуре или, например, в мастерских вот так вот обнаженку. Кузьмин и Маврина, у них, конечно, их быт довольно сильно изменился, укрепился. Они стали подлинно заслуженными советскими художниками, особенно Кузьмин, который все рос и рос, обрастая все новыми чинами. Так или иначе, Кузьмин получал как бы новые книжные заказы, рос именно как книжный график, и вслед за ним Маврина, которая постепенно его все же обогнала. Интересно, что они оба довольно сильно изменили свою манеру относительно первоначальной работы группы 13, хотя они оставались такими же эрудитами, коллекционерами. Много ездили по России, по Советскому Союзу, собирали русскую икону, собирали примеры декоративно-прикладного искусства, городецкие росписи, например, или даже ткани. Хорошую коллекцию русского костюма собрали, который сейчас находится частично в музее Пушкина в Москве. Маврина по-прежнему расписывала свою квартиру, вот ее знаменитые расписные бутылки, каслинские подносы тоже с городецкими мотивами. И вы видите, что ее манера постепенно ужесточается, становится более цветной, корпусной, более монументальной. Все-таки хутемасовцы — это монументалисты. И Маврина, пройдя через всю школу группы 13, освоив тонкий изящный пировой рисунок, все же обращается к народному искусству и интересуется вот этими декоративными качествами. Более жестким стал и рисунок Кузьмина. Пожалуй, можно сказать, что он вернулся не столько даже к графике эпохи романтизма, которой он увлекался, когда работал над Пушкиным, сколько именно к графике эпохи эклектики, к журналу «Нива», который они так критиковали с Милошевским поначалу, когда искали способ оживить современный рисунок. Суховатые такие, несколько декоративные, виньеточные, может быть, заставочные такие его решения, вот, они имеют свою элегантность, и, конечно, они очень интересно наложились на стиль 70-х годов, который в целом ретроспективен, в целом был связан с каким-то новым переосмыслением мира искусства в том числе. И Кузьмин, пожалуй, был действительно хедлайнером этого процесса. Они, конечно, уехали из этой коммуналки, у них была уже своя квартира довольно интересно оформленная, и, закрывшись за такими дверями своей мастерской от советской власти, они сформировали, пожалуй, собственную вселенную, которая неразрывно была, тем не менее, связана с поисками группы 13. С Милошевским, у Кузьмина и Маврины отношения были довольно натянутые. Милошевский хотел все-таки видеть себя лидером группы. Добавок, омрачалось ситуацию то, что и Маврина, и Милошевский активно публиковались уже как писатели и теоретики искусства. Милошевский в целом в конце 30-х годов, вот, началась в его жизни такая сложная полоса. Во-первых, он потерял жену в 36-м году, во-вторых, на войне погиб его единственный сын. Он остался как бы один, была разгромлена вся его графическая платформа от группы 13 до издательства «Академия». Больших заказов на те произведения, которые он бы хотел видеть в своем оформлении, он не получал. И случайно, полуслучайно он занялся русской сказкой. Ему дали в конце 40-х годов заказ на сказки Пушкина, которые он успешно выполнил. И дальше он иллюстрировал Ершова «Конек-горбунок». И вот как-то так пошла сказочная тема. И в итоге получилось, что Милошевский занимался этой сказкой до конца своей жизни. Вот здесь вы видите один такой рисунок для сказки, уже довольно поздний, это 65-й год. «Поди туда, не знаю куда». Конечно, здесь есть отсылки к Билибину, конечно, здесь есть отсылки к Добужинскому. Очень такая мироскусническая как будто графика. Часто искусствоведы любят сказать, что Милошевский критиковал мироскусников, но вернулся к ним. На самом деле это все не совсем так. Слишком много здесь свежего волжского ветра, слишком много здесь все-таки вот этого натурного цвета. И слишком много иронии, как, собственно, два протагониста, огромные великаны, вышедшие из моря, напоминают принца Льва Толстого и Распутина в своих портретных образах. И, возможно, или даже, скорее всего, художник сделал это не случайно, поскольку почти во всех его иллюстрациях к сказкам обязательно есть какие-то цитаты, то из французской живописи, то из Серова и Репина и так далее, и так далее. И острые намеки на современность. За моей спиной живопись Милошевского 40-х годов, которую он писал для себя, никому не показывая. Здесь тоже чувствуется влияние определенное мироискусства. Есть здесь, может быть, Головин, где-то Судейкин, вот этот петроградский, роскошный, совершенно копеечный, с другой стороны, театрализованный быт. И коллекция художника, вот из его семьи, китайская ваза и рядом японская гравюра, которая висит на заднем плане этой картине. Художники 13 были коллекционерами, они были знатоками, они собирали большие библиотеки. И все это создавало вот этот определенный, ну знаете, стиль жизни. Возможно, их связаны очень тесно с мироискусниками, но по-своему как-то и, может быть, иначе интерпретирующий их традицию. Но что самое интересное, я сказала Головин, сказала Судейкин, но есть еще одна параллель. Это снова Аттон Фриез. Как вы видите, эти вещи очень близки по своим живописным качествам. Конечно, Милошевский не видел эту картину Фриеза, она из частного собрания. Но любопытно, да, вот эта китайщина, да, шину озерей некоторые, фавистский такой плотный цвет, вескость этих объектов. И большая радость какая-то, которая исходит от познания этого предметного мира. Все это осталось с Милошевским до конца жизни. Но самое интересное и, пожалуй, самое дорогое для меня в этом зале, это буквально вот самый начальный скетч из его, пожалуй, последней крупной книги, повести Белкина, Пушкина, которая уже относится к 70-м годам. В этих совсем небольших набросках, фактически, которые очень сильно отличаются от итогового, хорошо известного многим любителям книги, издания повестей Белкина, есть вот вся легкость и свежесть работы со временем, который, собственно, и характеризуется, на самом деле, метод группы 13. И вот это название выставки в переулках эпохи, оно тоже в этом смысле не случайно. Они так много работали со старым искусством, они так много перевещались в этом, как бы, пространстве 20-го века, в том числе и нового времени в целом, что, в конце концов, овладели им. И что с новической акварели Гильдебранд, что галантные сцены Юстицкого, что вот эти таинственные, как бы, акварели очень прозрачные и сквозные Антонина Сафроновой, что вещи Удальцовой, которые напоминают, ну, любых французских, немецких модернистов 50-х, 40-х годов, что эти поздние рисунки Милошевского, они обнаруживают огромную легкость, уверенность работы со временем. То есть, что такое время, какие его приметы, как оно выражает себя через цвет, через композицию, через координацию, ритм, да, вот этих явлений натуры, которые мы замечаем. Милошевский как будто перемещается в пространство рубежа 18-19 века. Мы чувствуем эту пыль вот этих вот светлых улиц, да, гробовщик возвращается домой, его встречают эти полутени, окутанные мглой скелеты, которые рады его видеть, его бывшие заказчики. Сюрреалистическая атмосфера, одновременно здесь довольно много юмора и очень много тонкости. Невероятная легкость обращения с пировым рисунком, достойная Сальваторе Розы, которую мы видели в самом начале выставки. И что самое интересное, это небольшая надпись, помнить о Ходовецком. А Ходовецкий – это польско-немецкий гравер 18 века, которого ценил Михаил Кузьмин. Коллекционировал его работы и дальше посвятил ему стихотворение, которое вы можете найти самостоятельно. Ходовецкий – это прямой мост к среде Михаила Кузьмина, к ленинградско-петроградской культуре, или даже к петербуржской ленинградско-петроградской культуре десятых-тридцатых годов, которую так хорошо знал Милашевский. Последний свидетель этой эпохи, последний ее адепт. И в конце концов, последний действующий художник-артист, который свободно соединяет все эти несоединимые сложные интеллектуальные пространства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok